Здравствуйте дорогие друзья, гости подписчики канала Чуча ТВ. Сегодня у нас тема 3D печать. Я постараюсь вам ответить на очень важный вопрос, который часто задают мне. Как правильно настроить термодатчик нашего хотенда? Ну, к примеру, в Китае купили новый хотенд, в комплекте с ними шел нагревательный элемент и термодатчик. Но китайцы забыли указать маркировку термодатчика. Какой же выбрать в прошивке Marlin, чтобы он максимально точно подходил? А также расскажу, что делать, если такого термодатчика в списке нет. Например, я столкнулся с такой ситуацией, когда на экране моего принтера показывает температура 230 градусов, а по факту она составляет 250. При этом я сделал калибровку пидов, она не помогла. Я перебрал в прошивке практически все термисторы, которые были. Но температура все равно начала разниться где-то в районе 10-15 градусов. И чтобы замерить фактическую температуру, вам, конечно же, понадобится специальный инструмент, мультиметр, а также к нему термопара. Здесь используются два разнородных проводника, между которыми возникает ЭДС, электродвижущая сила, которые переводятся нашим мультиметром в привычные нам тепловые значения, то есть в градусы Цельсия. И благодаря такому инструменту мы можем замерить фактическую температуру нашего термодатчика Hotend. Перед использованием рекомендую проверить эту термопару в кипяченой воде. Мы знаем, что температура кипячения 100 градусов, и, соответственно, наш мультиметр должен показать эти значения. Обратите внимание на блок В6. Термопарой здесь некуда особо подлезть. Можно, конечно, замерить в области сопла, но это будет не совсем правильно, потому что отверстие у сопла составляет порядка 2 мм, а шарик нашей термопары 1 мм. Поэтому самым правильным вариантом является просверлить маленькое отверстие диаметром 1 мм возле нашего термодатчика. И тогда можно получать максимально точные результаты замеров. Обратите внимание, друзья, на разницу в 16 градусов. На экране 200, а на мультиметре 216. При этом параметры в Marlin установлены правильно, PID-ы откалиброваны. Так вот, чтобы от этого избавиться, нам нужно провести более точные замеры, исходя из температур нашего мультиметра. Для дальнейших измерений правок нам нужно подключить принтер к компьютеру. Это можно сделать, в принципе, и по Wi-Fi, но лучше все-таки через USB-провод. Для начала заходим в прошивку Marlin нашего принтера. Я использую программу Visual Code. Открываем Marlin, Configure HH закладку, опускаемся где-то в районе 300 строки. Тут мы находим закладку Thermal Settings, где указаны все виды наших термисторов. Зачастую китайский производитель не указывает название и маркировка своих термисторов, поэтому приходится подбирать все методом подбора. Если вы перебрали все виды этих термисторов, но при этом все равно разница температуры, то в таком случае вам, конечно, нужно настроить индивидуально свой термистор и указать правильно его значение. Будем ориентироваться на первый номер 100K термистор. Для этого заходим в закладку SRC, модуль, термистор, опускаемся в самый низ и находим термистор H. И вот здесь как раз указан путь к нашим термисторам. В данном случае это у нас первый номер, он идет как термистор 1H. Поднимаемся в закладке выше, находим термистор 1H. Перед вами таблица первого термистора. С правой стороны у нас температура нагрева, а слева и значение АЦП. Видите, оно увеличивается по мере уменьшения температуры. Градация идет с интервалом в 5 градусов. Данные параметры должны совпадать с параметрами нашей термопары на мультиметре. Поэтому мы сегодня с вами подкорректируем значение АЦП, чтобы получить максимально правдивые температуры нашего хотенда. А для этого мы возвращаемся в закладку Marlin. Заходим в Configure Edge Edge, нажимаем Ctrl F, вводим в команду вот такой вот Show Temp и обязательно раскомментируем, убрав наклонные. Таким образом в программе Repeteer Host у нас будут появляться данные АЦП и мы сможем их мониторить. Производим компиляцию нашей прошивки. Скидываем нашу прошивку на SD-карту и перепрошиваем принтер. На следующем этапе нам понадобится программа Repeteer Host. В данном случае использую версию 2.1.6. Нам нужно через провод подключиться к нашему летающему медведю. Но сперва заходим в конфигурацию, настройки принтера. Здесь мы должны выбрать наш COM-порт. То есть смотрите в диспетчере задач, какому порту присвоен ваш принтер. Установите скорость бода 115-200. Теперь очень важный момент, это размер кэша. По умолчанию у вас стоит 127, но можно выбрать и 63, если у вас не будет подключаться принтер. Теперь кнопка подсоединить должна быть активная. Видите, загорелась синим. Переходим в управление и обратите внимание, у нас мониторится температура. Это признак того, что принтер соединился с нашей программой. Благодаря активации этой функции в прошивке, мы можем мониторить значения в нашем Repeteer Host. Именно в этом поле, то есть именно значение АЦП. Но может получиться так, что здесь ее не будет видно. Для этого нажимаем подтверждение. Если при этом все равно вы не будете видеть значения, в поле G-Code введите команду M105. И тогда вы сможете увидеть все АЦП согласно вашей температуре. Но ориентируемся мы не на ту температуру, которую поставили именно здесь, а на ту, которую мы поставили на нашем мультиметре. То есть мы, грубо говоря, должны подобрать здесь такие правильные значения температур, что бы на мультиметре у нас была 30 градусов. В данном случае у нас температуры плюс-минус совпадают. В этом поле мы видим среднее значение АЦП. 966, 963. Если посмотреть в прошивке Marlin, то при 30 градусах у нас стоит 966. Плюс-минус похоже. Поэтому в отдельную таблицу Excel мы вводим 965. Это у нас 30 градусов. Поднимаем температуру до 35 градусов. Видим, что на мультиметре у нас температура устаканилась, составляет 35 градусов. При этом значение АЦП для этой температуры составляет 952. Если посмотреть в прошивке, то здесь у нас стоит 954. Есть отклонение. Значит, мы ставим 952 для 35 градусов. По такой аналогии мы производим вычисления с отрывалом в 5 градусов. До максимальной температуры, возможной на нашем нагревательном элементе и термодатчике. Разница значений температур очень заметна уже на высоких температурах. В данном случае у нас стоит 241 градус. 240-241. А на экране 225. Чтобы удобнее было мониторить, я поставил даже веб-камеру, чтобы в реальном времени все отслеживать. Иначе потеряете целый день на создании этой таблицы. Но поверьте, друзья, она того стоит. И вот, друзья, 260 градусов. Это предел. К сожалению, больше, видите, программа не дает из-за того, что есть ограничения. Но этого, в принципе, нами достаточно. При этом в нашей таблице фактические значения при 260 в репетер-хосте получается 275. То есть разница 15 градусов. Я думаю, это существенно. Ну а теперь давайте проверим, какие же значения при 275 у нас в прошивке. 275 это 33. В нашем случае 31. Многие из вас подумают, что разница небольшая. Но в самом деле большая. Обратите внимание, что на высоких температурах градация АЦП составила порядка 2 единиц. А на самых маленьких температурах аж 13 единиц. То есть с возрастанием температуры разница АЦП уменьшается. Как вы правильно уже догадались, все эти значения нам нужно внести в нашу прошивку. Еще раз напомню местоположение. В прошивке Marlin SRC модуль термистер 1H. Здесь мы вносим все наши изменения. Также, друзья, не забудьте перейти в закладку Thermal Settings в Configuration Edge. Здесь проверьте, чтобы у нас стоял по умолчанию наш термистер, который мы откалибровали. То есть первый. Ведь под него мы делали с вами эту таблицу. Делаем компиляцию. Заливаем снова в наш принтер. Выключаем. Перезагружаем. И проверяем на практике, как работает наш датчик. И вот, друзья, момент истины. На мониторе у нас 200 градусов. В ручном режиме запустили нагрев. И на мультиметре тоже 200 градусов. То есть мы с вами правильно подобрали в прошивке значение АЦП. Подняли температуру до 240. На экране 240. На мультиметре тоже 240. Видите, все значения верны. Конечно, еще нужно сделать калибровку пит температур хотенда, чтобы у нас не было вот таких вот небольших колебаний. Плюс-минус 1 градус. Ну что, друзья, давайте подведем итог. Благодаря новой таблице АЦП мы получили максимально точные значения температур именно для нашего термодатчика. И теперь разбег температур, который был ранее порядка 15 градусов, сведен практически к минимуму. Надеюсь, эта подробная инструкция вам поможет разобраться с проблемами и дефектами печати. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. С вами был Макс. До новых встреч. И еще раз вас с наступающим 2021 годом. А самое главное, крепкого здоровья и удачной 3D печати. Пока. Баксик, садись. О, молодец. Ты мой котик, ты молодец, какой послушный. Баксик, делай поворот. Ай, молодец. Ну ты не докрутился, еще чуть-чуть, еще немножко давай. И вот так. Скажи моим зрителям пока-пока или мяу. И у них все получится, да? Все. А я пошел чавкать свою любимую консерву.